Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин В политических кругах говорят о нескольких возможных образованиях. Летом больше говорили о бывшем председателе Совета Банка Эстонии Яне Меннике, говорившем о создании новой консервативной партии, видимо, призванной возродить традиции ушедшего Союза Отечества. Теперь говорят о Кристине Ойланд и изгнанной из рядов партии «Реформ». Возможно, ее личность могла бы привлечь часть русского интеллектората на сторону либерально и воспринимавшего Илон как некого одессиента правящей партии. Однако постоянная антироссийская риторика и дружба с представителями радикальной оппозиции делают ее малопривлекательной для же либерально настроенных русских. Рейн Томла склонен говорить о Союзе свободный гражданин, сейчас пребывающего в статусе недоходного общества и относительно успешно выступившего на местных выборах. Однако в целом стране нужны не персонажи, но свежие идеи. Многие члены вот этого объединения, это бывшие члены партии «Изамалит» и бывшие члены нынешней партии «ИРЛ». Это вроде бы восстановление одной старой партии. Но, конечно, говорят о еще других возможностях, в том числе и Кристине Ойвленда вроде бы хочет основать новую политическую партию. Но я не думаю, что это является такой легкой добычей для нее. Разминку перед реальным боем мы сможем наблюдать в мае следующего года на выборах Европарламента. Тогда и станет ясно, кто из новых политических формирований готов продолжить борьбу за места в Риге-Гугу и тем самым попытаться изменить политический ландшафт страны. Строения не нужны. Яркие, но скандальные персонажи, а новые политические идеи. Только в таком случае у новых партий есть шанс заявить себя как новых политических игроков, считает Рейм Томбла. Хотя политический ландшафт сформирован, а места для левых идей в силу исторических причин на нем нет. Владимир Михалков, Тит Карг, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok